Канобу.ру представляет Например, про взрывной платформер Miss Locious Man, который вышел летом прошлого года на Xbox 360 и был очень тепло принят прессой. Так вот, теперь оценить новинку смогут и владельцы персональных компьютеров и устройств на базе iOS и Windows Phone 7. Под последние два, естественно, будет переделано управление. Также версия будет включать несколько новых режимов и уровней. Ждем лета 2012 года! Слухи о версии для персональных компьютеров игры Dark Souls циркулируют уже давно. То фанаты петицию подпишут, тем самым обратив на себя внимание разработчиков, то сами авторы расклеивают загадочные рекламные постеры в различных журналах. На этот раз немецкий журнал PC Action прямо с обложки грядущего номера заявил, что ПК-версия Dark Souls появится уже в этом году и будет отличаться набором дополнительных боссов. Издательство Namco Bandai тем временем сохраняет спокойствие, хотя все карты, кажется, уже раскрыты и подсмотрены. Синий Ёж Соник Все наверняка в курсе дополнение Mass Effect 3 Extended Cut, которое появится летом 2012 года и дополнит, но не изменит, финал знаменитой ролевой саги. Тем не менее, студия BioWare порадует фанатов и другим дополнением, например, Resurgence Pack, которое выйдет уже 11 апреля 2012 года. В результате сетевой режим Mass Effect 3 пополнится двумя картами, шестью героями, среди которых гетто-инженеры и кроганы-штурмовики, тремя видами оружия и четырьмя способностями. За все это, кстати, не попросят ни рубля. 4 года назад на Xbox 360 появился ремейк игры 2003 года, которая, в свою очередь, была портом игры 2001 года. Аркада Ikaruga, выполненная в жанре Bullet Hell, стала одним из лучших представителей этого сложного и чисто японского жанра. Если среди вас есть любители, то сегодня лучший день, чтобы вспомнить былую классику и поворачиваться от миллионов разноцветных пуль. За прошедшие выходные на Канобу произошел своеобразный бум пользовательской активности. Вальдемар Мио де Апресто поделился впечатлениями о новой версии, пожалуй, лучшего мультфильма студии Дисней «Король лев». Не Ленин написал обзор на новинку Shoot Many Rabbits. FlowBot продолжает публиковать выпуски музыкального блога Flow, на этот раз посвященного виртуальной группе Gorillaz. Перпету Мобиле вспомнил, какие приставки были в Советском Союзе. Не забудьте почаще заходить на Канобу, чтобы не пропустить наше интервью с создателями игры Dust514. Всем удачной недели! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok